Переставлять надо, не хотите, а то будет шуршать. Ещё не держится. Переставлять надо, не хотите, а то будет шуршать. 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 Как идёт работа с избирателями? Да, нам приходится кандидатам работать в поле, то есть встречаться с избирателями. И, конечно, тут есть несколько факторов, связанных с тем, что избиратели не хотят слушать кандидатов. Один из факторов, конечно, то разочарование, которое они испытывали на протяжении уже нескольких циклов выборов. То есть, несмотря на то, что у нас как бы соблюдаются все признаки, формальные признаки демократии, тем не менее, никак не удаётся делать то, что реально должны делать в демократическом обществе. Помимо этого, вот сейчас Нурдин сказал, что избиратель не успевает ознакомиться с кандидатами. На самом деле, вот представьте себе, сейчас 21 партия участвует в выборах, и у каждой по 54 кандидата. Это получается, что более... 1051 кандидат только от партии. 1051 кандидат. 1015. Хорошо, неважно, более 1000 кандидатов, люди должны с каждым познакомиться. И это очень важно, почему? Потому что сейчас введена преференциальная система голосования. Кто больше получит голосов избирателей, тот и будет наделяться мандатом. И выходом из этой ситуации могли бы быть повсеместные дебаты. То есть, надо вообще дебаты проводить не на государственных каналах, а на любых каналах. И, может быть, как раз таки на государственных каналах сделать так, чтобы, может быть, даже не использовать эти государственные каналы, потому что там вопрос манипуляций достаточно... Ну, мы понимаем, мы даже видели с нашим кандидатом такие происходили вещи, и неравный доступ к каналам происходит. Поэтому необходимо сделать так, чтобы любой частный канал при соблюдении определенных условий, то есть, когда сам канал при определенные требования выставляется, то есть, все кандидаты приглашаются, они рассказывают, как будут проводиться дебаты, и тогда кандидаты сами принимают решение, участвовать или не участвовать. Ох, как хорошо, что тут звук... И тогда сами кандидаты принимают решение, сами политические партии, доверяют они этому телеканалу или нет. Но телеканал может монетизировать это через другие инструменты, потому что наши граждане обожают дебаты, это своеобразные гладиаторские бои, но в таком вот виде. Но здесь очень важно, чтобы... Конечно, к самим дебатам тоже есть претензии. Я думаю, что вот, может быть, ты, Нурдин, и скажешь, какого рода претензии есть. Относительно дебатов, смотрите, как получается, из-за того, что очень мало времени дается, несколько кандидатов, да, от разных партий, они не успевают, и на дебатах тоже они не успевают развернуть свою программу, полностью изложить вот платформу, с чем партия идет. И в итоге это выливается в то, что просто шоу идет, да, кто кого подковырнет, кто кому там острее сделает замечание и так далее. Но это на самом деле, может быть, интересно выглядит, но это не помогает избирателю разобраться, за что эта партия и за что та партия, в каком направлении пройдет в случае выбора в пользу этой партии и другой партии. То есть это тоже как бы шоу, это достаточно поверхностный получается такой разговор, и мы, вот что самое обидное, да, что вот больше всего напрягает, что мы вот уже на исходе вот этого агитационного месяца так и не добрались до сути наших основных проблем. Я считаю, что общенациональный диалог, вот широкий общенациональный диалог, он по сути не успел состояться. Именно из-за того, что очень мало времени. Тысяча пятнадцать кандидатов, допустим, от каждой партии на вот эти бесплатные эфиры, которые предоставляет государство, может поучаствовать три-четыре, ну в крайнем случае пять кандидатов, все остальные остаются для избирателя неизвестными. И это при том, что преференциальная система голосования, персональная, адресная. Но как можно голосовать за того человека, которого ты вообще не знаешь, что он из себя представляет? Наугад ведь это тоже они не могут делать. Поэтому в моей программе я и предлагаю расширить вот этот процесс отбора кандидатов, сделать предварительную стадию праймерис, как это делается в развитых странах на Западе, как это делается в России уже, есть такой опыт, чтобы до выборов, которые проводит государство официальных, которые 30 дней, был предварительный период праймерис. В нашем случае я считаю, что он должен проводиться на внепартийной основе, потому что сильных партий, которые могли бы это организовать у нас, пока нету в достаточной степени. И тогда люди, которые претендуют на выдвижение, которые имеют такое намерение, они могли бы заранее презентовать свои программы, свои предложения, идеи. А избиратель со своей стороны и эксперты и так далее могли бы задать им вопросы, могли бы, скажем, где-то критиковать, где-то дополнить. И вот в этом процессе, благодаря вот этим двум стадиям отбора, люди бы получили возможность сделать осознанный выбор своего представителя. Я бы хотела добавить, конечно, существуют такие формы, как, допустим, текущая пресс-конференция, в рамках которой мы могли бы излагать свои передачи, свои положения, программы. Но очень важны все равно дебаты. Вот несмотря на то, что там есть элементы шоу, там, да, не всегда получается проникнуть, возможно, в суть явления. Но дебаты, они еще имеют и такое воздействие воспитательное. То есть именно в рамках дебатов люди, вот наши избиратели, граждане, они учатся вести полемику. Почему? И очень важно, чтобы это имело такое очень распространение на всех остальных граждан. Здесь отрабатывается аргументация, задаются вопросы. Иногда, вот я, допустим, если бы я была участником дебаты, я не исключаю, что какую-то точку зрения я свою поменяла бы. И это нормально, потому что это же принцип Сократа. В диалоге рождаются истина, и открываются какие-то новые перспективы, аспекты и возможности. Поэтому дебаты в обязательном порядке надо сохранять. Просто как-то менять немножко, может быть, содержание этих дебатов, может быть, нужно, ну, корректировать. А так, я считаю, что и дебаты важны, и вот такие формы, как пресс-конференции. Вот Гульнара Ежия очень важный момент отметила, да, что сами дебаты, это тоже не есть вот какой-то определенный один шаблон, да. Дебаты могут быть, скажем, строиться вокруг персон, да. То есть, Эшмат спорит со Эшматом, кто сильнее, да. То есть, это что-то вроде бокса. А могут быть дебаты по теме, понимаете. То есть, твое предложение, его предложение. А чем лучше этот вариант, и чем лучше, то есть, мы же можем обсуждать не только людей, которые пришли на дебаты, не выяснять, кто из них лучше, а чье предложение лучше, чей подход к решению проблемы более эффективный. Вот эти дебаты нам очень важны. Вот до них мы как раз и не доходим. Из-за вот этой скомканности, из-за очень маленького времени. И более того, сейчас получается абсурдная ситуация. Знаете, я вот наблюдала на дебатах. Задает, допустим, один и тот же вопрос всем участникам дебатов. Хорошо, если вот наиболее, да, подготовленный он в конце. Он скажет и все. А часто бывает такая ситуация, что он первый отвечает, а все остальные начинают говорить, что да, мы с ним согласны и так далее. То есть это, наверное, не совсем правильно. И вот, как Нурдин говорит, если бы дебаты строились вокруг какой-то конкретной темы, то можно было бы очень глубоко, подробно обсуждать с какими-то индикаторами. И для самих граждан это было бы очень важно, потому что они бы запомнили, что вот, оказывается, вот через такое-то время нужно уже такие шаги предпринять. И если бы эти люди попали в парламент, у них есть инструмент мониторинга этих кандидатов, у них была бы возможность оценить, насколько их действия соответствуют им словам. Потому что нынешние, когда вот просто бла-бла-бла, ну как это? Как это измерить? Как это оценить? Да, и еще вот один момент, который, я думаю, тоже заслуживает внимания и более того, надо менять подходы в государственном регулировании в том числе, что вот, допустим, смотрите, в обычной ситуации, когда не выборы, я могу высказаться по любой теме, допустим, поднять в качестве эксперта, да, там, допустим, в какой-то отрасли, как только начинаются выборы, я, став кандидатом, сразу лишаюсь этой возможности. Больше того, теперь это все на платной основе, по очень высоким расценкам, допустим, передача на телевидении, либо, там, может быть, это интервью или передача о тебе, 80 тысяч сомов. Уважаемые избиратели, ну, как мы потом удивляемся, что у нас нету врачей в парламенте, у нас нету, там, учителей, там, я не знаю, представителей обычных рядовых профессий, когда 80 тысяч за одну передачу, это несколько зарплат рядового бюджетника. Ну, как он может себе позволить такие расходы? То есть, мы же боремся с тем, что у нас на выборах всегда побеждают деньги. Но это не только проблема подкупа, это еще проблема возможности, доступа к избирателям. Допустим, в обычной ситуации какой-то олигарх, он может себе позволить 300 агитаторов, он может себе позволить 200 билбордов, 10 передач на телевидении, и я должен с ним конкурировать. Каким образом? Объясните. Ну, абсолютно никакой возможности нету, понимаете? То есть, вот это неравенство, оно еще дополнительно усиливается тем, что я не могу взять агитатора бесплатно. Я, то есть, как волонтера, есть люди, которые могли бы меня поддержать, но закон запрещает это дело. Он обязывает меня заплатить ему, заключить с ним договор, заплатить ему зарплату, выплатить в соцфонд, в налогу. Ну, вот и все. То есть, вот и нет выбора, вот и нет возможности реально участвовать, конкурировать с другими более состоятельными кандидатами. Если же мы будем проводить праймерис более длительный период, тогда у меня будет возможность вот этот разрыв в деньгах нивелировать за счет времени, потому что у меня появится время. Я смогу с большим количеством людей поговорить через соцсети, через личные встречи и так далее. И тогда у нас более представительный будет парламент. Вот суть предложения. Да, мне кажется, вообще идея праймериса, вот то, что сейчас Нурдин говорит, она как бы, конечно, витает в воздухе, но мы реально над этим не задумывались. Мы нереально не приступали к реализации этого праймерис, но я думаю, что рано или поздно жизнь как бы подведет нас к этому. Я сейчас вот хотела сказать, что Нурдин действительно очень хорошую тему поднял. На самом деле, мы с ним, поскольку разговаривали, вопрос всегда стоял о том, что перед страной стоит задача обновления политических элит. Да, и между прочим, я отношусь к старшему поколению. Я, например, не возражаю против того, чтобы пришли молодые. молодые, энергичные, с новыми идеями. Но я понимаю в то же время, что у молодых есть свои барьеры, чтобы вступить на это политическое поле. И этим барьером являюсь не я, допустим, человек старшего поколения. Есть вот как раз таки вот эти вот причины, которые связаны вот с тем, что доступ к избирателю очень осложнен финансовыми какими-то препятствиями. Есть очень короткий период агитации. Об этом я говорю еще с 2011 года, когда я только стала членом ЦИК, и я убедилась, что это несправедливо. И вот как раз таки из-за того, что, допустим, очень агитационный период короткий, то получается, что некоторые кандидаты, они, конечно, имеют больше возможностей. Ну, если они занимали... Да. Но даже я, вот будучи членом ЦИК, я обладаю тоже каким-то, бывший член ЦИК, я обладаю, да, каким-то админресурсом, который ко мне пришел вот из того моего прошлого. Депутаты обладают таким админресурсом, у них была площадка, узнаваемость там, да. У Нурдина тоже есть своя узнаваемость, потому что он аналитик, обозреватель, журналист. И тем не менее, вот, конечно, каждому из нас есть такая вещь, как это, репутация, да, и она тоже может играть или за, или против. Но в то же время, вот для молодых, совсем неизвестных, за которыми потянулись бы другие избиратели, которые поддержали бы их повестку, именно для них мы и стараемся вот открыть эту возможность. И я вот просто хотел бы, может быть, на первое впечатление, да, кому-то покажется, что мы, как кандидаты, жалуемся, там, на, там, судьбу, там, несправедливо. На самом деле нет. А в конце концов, да, для избирателя важна ведь не наша судьба, там, Гульнару Джарабаеву выбрать или Нурдина Душинберг. Нет такой цели у избирателя. У него цель в том, чтобы получить качественный парламент, потому что к действующему парламенту два вагона претензий, понимаете, по их уровню, скажем, образования, там, допустим, по их подходу к обсуждению проблем и так далее. Профессионализму, да. Профессионализму, квалификации и прочим вещам. Да. Но из-за того, что вот такие возможности, я говорю, скомкан процесс весь, очень уплотнён, из-за этого не только у нас, у множества кандидатов нет возможности просто даже дойти до избирателя. Вот в этом проблема, понимаете, а в итоге может пострадать качество. Мы больше об этом. Да, вот у нас в кандидатском списке от Амикена у нас есть шикарные кандидаты. Но молодые они ещё неизвестные. И вот хотелось бы, чтобы действительно, если бы мы продлили даже агитационный период на больший срок, то они стали бы более узнаваемыми. И мы могли бы направлять их на дебаты. Во-первых, они сами бы приобретали вот эту вот культуру ведения дебатов, да, там, отстаивания каких-то интересов. Во-вторых, люди бы тоже, это было бы интересно, новые лица увидеть. Поэтому мы, собственно, вот эти предложения, они продиктованы этим. И, кстати, вот ещё один момент, вот то, что вы сказали о молодых, да, есть же вот запрос, да, достаточно устойчивый запрос, вот нам нужны молодые политики и так далее. Вот здесь есть, да, такое выражение, будущее принадлежит молодым. Вот я позволил бы себе не совсем с ним согласиться. Почему? Потому что будущее принадлежит нам всем, вот нашему поколению, да, и тем, кто сейчас молод, и тем, кто среднего возраста, и тем, и даже если Ахсахалу, я говорю, 70 лет, это не значит, что его надо вычеркнуть. Может, Бог ему до 90 лет дал. То есть будущее, вот эти 20 лет предстоящие, оно и его тоже, понимаете. И в нашем обществе мы не должны из крайности в крайность ударяться. В парламенте должны быть люди, которым есть что предложить, которые в состоянии это выполнить и которые имеют для этого достаточно, вот скажем, ну как сказать, внутренний потенциал. Вот именно, скажем, запал, да, то есть не такие вот люди, которые спокойно, у них всё нормально, жизнь не удалась и так далее, они просто как очередной атрибут получают депутатский мандат. А те, кому есть что сделать, у кого наболело, понимаете, как у профессионалов, вот из своей отрасли, ну сколько можно там, допустим, вот на эту мозоль там и так далее. То есть быстро данная повестка должна быть? Да, да, быстро данная повестка. Если есть вопросы, мы... Пожалуйста, давайте вопросом. Так, давайте, а у нас есть вопрос. А вы можете, пожалуйста, что вы предлагаете вкратце? Вкратце, вот если говорить о программе, программа состоит из двух блоков, да, она достаточно как бы краткая на самом деле, пять страниц текста. Это первое предложение требования, новые требования к депутатам и новые требования к кандидатам. О кандидатах мы уже достаточно поговорили, да, что надо раздвинуть срок, чтобы они достаточно долгий период могли, да, выступать дебаты и прочее. Что касается депутатов, то требования это в основном касается прозрачности и отчетности, публичной причем отчетности. Вот, допустим, такой пример. Когда депутат уезжает там, делегация депутатов уезжает за границу, они там несколько дней ездят и так далее, приходят, помощник отдает отчет в бухгалтерию по расходам и все. Но у меня вопрос как у избирателя, как у налогоплательщика, а чем он там занимался, что полезного он оттуда привез, с кем он встречался, я хотел бы услышать его публичный отчет. Каждого депутата причем. То есть не так, что, допустим, три депутата ходили на встречи, да, там в парламент, правительство и так далее, а трое, извините меня, шарахались по магазинам. Значит, либо там искали себе вот для своего личного персонального бизнеса, инвесторов и так далее. Мы не для этого. Это за свой счет, не за счет государства, не за счет статуса депутата. Поэтому мы и говорим, чтобы был публичный отчет. Каждый депутат, который вернулся из-за границы, он должен на заседании парламентского комитета в присутствии прессы перед народом отчитаться, что он на эти семь дней делал в Венеции, в Вашингтоне, в Лондоне и так далее. Да, просто я вот хотела дополнить, на самом деле практика действительно такова. И очень часто с неправительственными организациями депутаты ездят. И вот представители неправительственных организаций, они и говорят об этих фактах. Они ходят на эти встречи круглые столы, а депутаты нет. Почему от партии Атамикен? Ну, во-первых, в списке партии Атамикен нет ни одного олигарха. Любой человек, который ознакомился в списке, может в этом убедиться. Это во-первых. Во-вторых, это вот, хотя есть обоснованная критика в отношении партии, да, крыгызских, но я считаю, что наиболее вот соответствует званию партии на сегодняшний день в Кыргызстане именно Атамикен. Потому что в самых разных ситуациях, и будучи под давлением, и будучи в оппозиции много лет, и подвергаясь преследованиям, Атамикен всегда отстаивал позицию народа, он всегда предлагал альтернативную повестку, и в этом плане он выполнял большую историческую, в том числе, функцию. Потому что у нас история вот этих 30 лет, она делится всего лишь на две части, да, это та история, которая власти, да, там, скажем, президентов и их окружения, и вторая альтернативная повестка, это оппозиционная повестка. И ее все это время, вот это время нес на себя Атамикен. Поэтому я считаю, что я сделал очень правильный выбор, и я призываю вас тоже поддержать, Атамикен. Так, у меня вопрос на Венчуроване. Скажите, коротко, пожалуйста, о процедуре голосования. А, ну я, да, мне как бывший мужчина ЦИК, это понятно, в день голосования каждый избиратель получит два бюллетеня. Один бюллетень, в нем будут фамилии кандидатов, это список по одномандатным округам, у нас таких 36 одномандатных округов. Второй бюллетень будет список политических партий. И поэтому во втором бюллетене избиратель должен поставить галочку в квадрате за партию. В нижней части это будут, ну, вот, да, нет-нет, я имею в виду не одномандатники. В нижней части номер 54 цифры будет, поэтому нужно один номер в квадратике и второй номер в квадратике в порядке. Вот, да, вот у Нурдина 17 номер. Значит, избиратели, если выбирают Нурдина, они проставляют за партию от Амикен галочку и в 17 номере, вот, галочку, цифру. Если они голосуют за меня, то за партию и мой номер восьмой. Вот так. Очень наглядно объяснили. Так, у меня вопрос такой, значит, это, Нурдина 17 номер. Чем вас не устраивает правительство президента судов? А, нет, так, странно, да, вот кого он на самом деле устраивает, претензий много, но, знаете, почему я считаю, что все-таки надо начинать именно с парламента, почему? Потому что парламент, это вот непосредственно наши представители, а, допустим, правительство, суды, они формируются опосредованно через, да, через депутатов этих, которых мы избрали, через президента. Поэтому нам надо начинать именно с тех, кто нас представляет. Потому что, вот, знаете, есть вот такое, ну, расхожее мнение, да, что, допустим, нужно сильное правительство, а парламент, ну, какой бы был там, главное, чтобы не мешал. Это, знаете, вот, я бы так сказал, как две ноги человека, правая и левая. Если одна нога слабая, если одна нефункциональная, то левой, ты не то что бежать, ты ходить даже не сможешь, потому что они должны взаимодополнять друг друга. Если парламент слабый, то начинает расслабляться правительство, потому что парламент не может держать его в тонусе, он не может его, как бы, возвращать к нужной повестке, к нужным проблемам и так далее. Поэтому ошибка считать, что может быть сильный президент, сильное правительство и слабый парламент, так это не работает. Это обязательно должно быть в совокупности. Условно, если вы станете депутатом, будете ли вы лоббировать свои новые требования и как вы будете контролировать? Обязательно. Обязательно надо, я буду их продвигать. Больше того, почему я считаю, что у меня будет больше возможностей для этого. Вот, например, те требования, которые я предъявляю к депутатам. Это первое. Обязательная прозрачность голосования. Потому что депутаты очень часто грешат, знаете, чем? Тем, что они критикуют на камеру. А когда голосование, они голосуют, поддерживают антинародные какие-то инициативы или лоббируемые какими-то частными структурами. Манипуляция. То есть подмена понятий. Поэтому я, став депутатом, буду требовать, чтобы по каждому вот такому вопросу, по каждому принципиальному закону была статистика, кто как голосовал. Например, на Западе есть такая технология на выборах. Когда выходит какой-то кандидат, он говорит, я такой-то, сякой-то. Его оппоненты просто дают цифру. Этот человек 25 раз голосовал за повышение налогов. Все. Как кандидат, он для определенной категории населения вообще не играет. Все, что он теперь скажет и так далее. Потому что цифры говорят о другом. Статистика, она сразу изменит отношения и требования к депутатам. Это первое. Потом вот те публичные отчеты, о которых я говорил, я начну их с себя. Каждая поездка, мало-мальски, важная и так далее. Приехал, отчитался и так далее. И буду требовать от своих коллег. Потому что, знаете, вот говорят, сократились полномочия парламента. Но общественное мнение сохраняется. Если ты в общественном мнении культивируешь определенное требование, да, определенный стандарт, то общество начнет требовать его со всех остальных. Потому что они скажут, вон, видишь, шашмат делает. А почему ты не отвечаешь? Почему ты не отчитываешь? И остальным депутатам придется тоже этому подчиняться. Это у меня вопрос такой, кому-то, значит, это может быть даже никому, значит. Вы, как бы, это, сторонники такого, как бы, западного образца законодательства не так посмотрели. Правильные статьи. Вообще, вот, как бы, для крымского народа это, как бы, ну, просто, может быть, даже и новое слово. Потому что остальное масло не значит, что такое. Что крымского вы можете предложить? А вы знаете, вот мне кажется, что понятие справедливости, это универсальное понятие, оно не имеет национальности. Потому что праймерис, это, в принципе, он построен на принципе справедливости. Кто лучше идею предложил, кто более привержен каким-то идеям, которые разделяют люди, ну, значит, он и должен представлять их интересы. Назовем мы это праймерис или мы назовем каким-то, мы можем найти и кыргызское слово этому явлению. Мне кажется, это нормально. Поэтому он говорит, что это чисто западное явление. Нет. Да. Я бы, знаете, чуть-чуть по-другому сказал. Я согласен с Гульнарой идеей, что это, как бы, ну, термин, который придумали не мы, не в Кыргызстане. Если бы он в Кыргызстане изобретен, он был, наверное, может быть, по-кыргызски как-то там назывался, там, тандо или там еще что-то такое. Но здесь важен не термин, важен сам принцип. Понимаете? Еще один важный плюс, почему праймерис, да, это то, что, как вам сказать, он заставит политиков работать чаще и больше. То есть, вы знаете, если сравнивать их со спортсменами, получается, вот, допустим, на международную арену выходят наши политики, да, и часто, заметьте, проигрывают, когда Кыргызстан теряет какие-то позиции по разным показателям. Почему это происходит? А вы сравните, допустим, с той же Айсул Тенебека, вот Мэрим Джуман Азаров, да, они выезжают. Почему они там выдерживают конкуренцию? Потому что они в зале пашут, понимаете? Этого никто не видит. Но они выкладываются на сто процентов в зале. Поэтому туда выезжая, они не уступают, они соответствуют. У нас, когда политики работают за пять лет всего лишь 30 дней на выборах, они просто не готовы, понимаете? Они слабые. Конкуренции достаточно нету, чтобы они развивались. Если бы каждого, вот, если мы заставим политиков работать круглый год, да, чтобы они знали, слушай, скоро праймерис, скоро это, обратно, и надо, давай, давай, быстрее работать и так далее, предлагать программы, там, и так далее, на дебатах отрабатывать. У нас тогда динамика всей политики совсем другая. Потому что на сегодняшний день вот эти вещи, конкуренция, она работает в бизнесе, она работает там, допустим, в разных сферах, в спорте и так далее. Но ее нету в политике, понимаете? И политика нас тащит назад, как страну. Вот в чем проблема. То есть именно те, кто стоит у руля, они, как правило, не соответствуют уровням. Даже своего общества, я уже не говорю про мировое. Вот в чем проблема. Так, вопрос у меня, почему вы выдвинулись именно от партии Атамикен? Просто коротко. Я уже ответил, наверное, теперь... Да, да, я выдвинулась от партии Атамикен, потому что я была связана с политической партией с 2007 года. Мне ситуация тогда в стране не нравилась. И Атамикен был той партией, которая выполняла... Не, она просто выполняла то, что я хотела выполнять. Но я не была партией. И я поэтому просто примкнула к партии для того, чтобы мы вместе могли противостоять там незаконной продаже энергосектора или там нечестным выборам. И, соответственно, вот таким образом моя партия... И сложилось это. И в этом году я могу сказать, для меня честь находиться в кандидатском списке политической партии Атамикен. Мне не стыдно. То есть с другими кандидатами я бы, наверное, не пошла. Да, и можно вот тогда я тоже дополню. Мы, знаете, вот сейчас большая проблема у нас, да, что мы быстро забиваем историю, да, и часто повторяем те ошибки, которые были. Я вот хотел бы напомнить нашу историю, в том числе личную тоже. В 2008-2009 годах я, как журналист, знаете, попал вот именно под вот этот пресс, когда начали убивать, помните, да, Срака Абдулдаева порезали. Его еле откачали, да, врачи. Убили Павлюка. Были другие, вот там, ремкулов, да, там... То есть в этот момент я вот буквально почувствовал, как режим начинает уничтожать мою профессию. Потому что диктатуре не нужен журналист вообще. Ему нужны глашатые, понимаете? Человек, который красиво хвалит власть, говорит, что все классно и так далее. Журналисты не нужны как явление, понимаете? И в этот момент я вот как сейчас помню, да, что для меня всегда эту душу грело то, что есть где-то Атамикен. Хотя ему даже не давали на собрания собираться, не предоставляли помещение, не проводили на улице его буквально. Но я знал, что есть офис Атамикена, и я приходил с этими людьми, и я оттуда уходил за ряжей. Это важно. И пройдут годы, я это помню, я это очень хорошо помню. Потому что люди иногда забывают и думают, что всегда было вот как сейчас легко, не всегда. было время, когда оппозиционные партии сжигали офисы, штабы, когда избивали активистов. Это все было. Это было при нашей жизни. Мы там свидетели живые, понимаете? Поэтому легко уже, когда время проходит, да. Да. Как вы проконтролируете соблюдение новых требований депутатами, если пройдете джоуэммиши? Да. Ну, в принципе, я частично, да, уже, наверное, ответил на этот вопрос. Самое главное, повторяю, хотя сократились полномочия, но есть общественное мнение. И депутат, как публичная фигура, он может задавать новые тренды, он может задавать новые стандарты. И это будет влиять, я считаю, на всех, на всю палату. Это Гульнара Джавапарова. Вы запагивали вопрос о эфирном времени, очень хорошо рассказали. Будете ли вы лоббировать закон, о котором мы сейчас рассказывали? О увеличении эфирного времени для кандидатов депутаты и вообще... Вы знаете, более того, если я приду в парламент, я считаю, что такой нерыночный игрок, нерыночный игрок, как ОТРК, его нужно просто-напросто разговаривать, наверное, может быть, на отдельные телеканалы, отдельные радиоканалы. Почему? Потому что вот мы финансируем их, я как налогоплательщик, но мне не нравится то содержание, которое они преподносят. Это первое. Соответственно, мы должны... Это моя личная пока что позиция, разделяют ли ее кандидаты от моей партии, я даже не знаю. И поэтому они точно так же... Телеканал должен бороться за деньги, за эфир, за читателей, зрителей, монетизировать это. То есть невидимая рука рынка, она должна здесь их тоже регулировать. Вы знаете, почему? Потому что она обеспечивает свободу и журналиста тоже. Вот, конечно, нужно понимать, что если это будет общественный телеканал, ну как в BBC, да, допустим, то есть люди сами финансируют, покупают эти услуги, там же уже сложившиеся, там есть какая-то материальная база. Давайте тогда она будет действительно общественная, а не государственная, когда только позицию властей она озвучивает. Нету... Там никогда не было альтернативного мнения. Я даже удивлялась, почему оппозиционным депутатам не предоставляется там время на этих телеканал ТРК. Так, конечно, не должно быть. Я думаю, что вот смотрите, сейчас, скажем, вот бывший президент попал в опалу там, да, и так далее. И может быть сейчас он задумался, если бы тогда была реформирована, вот ТРК, то была бы предоставлена площадка и для его сторонников. А сейчас этого нету. А покрытие, там 98 процентов, по-моему, всей территории этого. Поэтому мы должны думать о том, что... Да, у меня есть вопрос на счёт входов у вас, насколько это будет сильно или неизначено найти выбор, и какие вы ожидаете формы от входа, потому что, кроме того, электронного ошибки, лёска, с которым там... О подмигиваниях, да? Да, очень приятно, да. Я вообще вот, когда думала про электронные кошельки, я про них ещё в прошлом году думала. Я думала, насколько это удобно закинуть на... Не буду говорить, чтобы не распространять вот как бы эти технологии, да? Но... Да, но вы знаете, что интересно? Естественно, сейчас вот я же разговариваю с разными регионами, и я вижу одну вещь, что стали бояться. Это правда. Несмотря на то, что вот говорят, что некоторые кандидаты от провластных партий, у них там что-то выстраивается, они чего-то делают, очень было важно, что Садыр Джапаров публично заявил о том, что вот если вам будут обращаться от моего имени, обращайтесь, вот мы будем к ним принимать меры. Публичные заявления, они важны. Как бы вот мы ни говорили, что, конечно, вот бывает там какое-то лицемерие, говоришь одно, делаешь другое, но тем не менее мы видели уже, был прецедент, когда, да, пришёл и там заявил там на кого-то. Подкуп, наверное, будет, и я объясню почему. В нашем устройстве социальном у нас есть такие структуры, которыми очень удобно пользоваться. Я имею в виду наши родоплеменные отношения, мы там делаем ширины, там у нас есть свои эти, да. И ну как, это же, понятное дело, что когда ты член этого сообщества, то тебе очень тяжело взять и как-то критично взглянуть. Единственное, единственное, я вот на что надеюсь, что мы должны все говорить, люди, которые, в общем-то, более или менее знают нашу систему выборов, сохраняется тайное голосование. Никто не узнает, как вы проголосовали. Я понимаю, что иногда неудобно сказать родному, я не знаю, там, джезде там или куда, да, что вот ты недостаточно хорош для того, чтобы быть в парламенте. Вот твоя повестка не такая, или у тебя репутация не такая. Ты будешь говорить, да, да, это, возможно, лицемерие, наверное, какой-то элемент, но это же ещё и как это, сохранение связи, это тоже важно, чтобы родственники сохраняли связи. Поэтому тайное голосование гарантирует, что никто не узнает, как ты проголосовал. Даже если тебя подкупили, ну что теперь делать? Я не могу осуждать этих людей, возможно, для них это возможность там что-то купить. Я не могу. Я буду осуждать тех, кто раздавал. Но этим людям, я хочу сказать, у вас есть возможность проголосовать так, как вы считаете правильным. Но читайте, узнавайте репутацию этих кандидатов. И я думаю, что всё-таки, конечно, несопоставимые объёмы. В прошлом году уже за месяц до дня голосования уже были видны, куда пошли выборы. Это первое. Во-вторых, сейчас агитировать за другие партии не страшно. В прошлом году было страшно в некоторых регионах. Организованные группы ребят оказывали давление на ребят. Этого тоже нет. Поэтому свобода, всё-таки агитация у нас сейчас присутствует. Я соглашусь с Гульнарой Еджей, что очень важна публичная позиция власти. И очень радует, что президент занял именно такую позицию. Потому что в прошлом году мы видели, что это при прямом потворстве власти происходило. Когда нам практически цинично закрывали глаза на всё и делали вид, что ничего не происходит. Это действовало. Это один момент. А второй момент, знаете, для человека, который... Человек, наверное, слаб, да, по сути своей, и как бы он подвержен соблазнам. Но я считаю, что будет очень важным, скажем, противоядием против продажи голосов наличие альтернативы. Вот настоящие альтернативы. Чтобы не было так, что человек сидит, думает так, ну что здесь сволочи, что здесь сволочи. Но эти сволочи дают деньги. Чтобы вот так не было, тогда он, скорее всего, продаст. Но если у него появится свой кандидат, который, ну вот, ну понравился, да, вот как-то, ну... Внушил доверие. Душа лежит к нему, ДНДЧ. Что-то вот услышал он в нём, что-то он заметил. И тогда у него действительно появится выбор, а возьму и не продам, понимаете? Потому что, ну вот, это как родственника, да, продавать. Ну ты же не можешь, ну как это может? Что-то такое должно быть и здесь. Когда люди увидят среди кандидатов тех, кому прикипят действительно душой, я думаю, это тоже будет аргумент, который... Ну и плюс общественная позиция, общественное мнение. Когда это будет осуждаться на уровне общества, да, многие поостерегутся, ну, блин, как на меня завтра косо будут смотреть и так далее. Это тоже очень важную роль играет. Не всё регулируется только на уровне законов, там, карательных методик. Есть и общественное порицание, общественное мнение, вот, мораль, в конце концов. Это всё играет, да, в совокупности. Но у нас прогресс идёт по этой части. Я тоже думаю, что прогресс идёт. Я начинал как кандидат, да, эту пресс-конференцию. В конце мне предлагает Гульнар Эйджет стать экспертом, да? Нет, потому что Гульдин обозреватель, он очень много всевозможных тенденций отслеживал. Ну, наверное, на такой позиции, может быть, картинка немного... В принципе, налицо достаточно негативность. Тяжёлый фон общий, потому что растут цены. Есть ожидания, там, массовых отключений, где-то вот это пломбирование. Это всё работает, но прям вот такого какого-то фундаментального для этого... Как это? Пороха я не вижу, да. Усталость. Да, есть усталость. Вот, кстати, когда работаешь с избирателями, очень заметна усталость общая. То, что несерьёзно относится к выборам, то есть это перестали воспринимать как что-то такое судьбоносное и так далее. Вот этот момент. Ожидаю, что будут какие-то конфликтные ситуации на одномандатных округах. И это было ожидаемо, потому что с 1995 года до 2007 года у нас были одномандатные округа. И именно там развилась вот эта подкуп, именно там вот эта стенка на стенку и так далее. То есть одномандатные округа в наших реалиях, они конфликтогенные, они несут в себе сильный потенциал вот такой. Поэтому я ожидаю судебных разбирательств на одномандатных округах, где-то конфликтов. Я надеюсь, что они не примут какие-то там совсем уж одиозные формы. Но по партиям, ну я надеюсь, что просто результаты, объективные результаты, они как бы удовлетворят население. Потому что одним из основных, скажем, детонаторов вот этого прошлогоднего возмущения стало то, что две партии набрали столько голосов, сколько любой человек знает в этой стране, ни одна партия не обладает таким доверием населения. И вот эта картина, она настолько резонировала, что это просто взорвало, вот этого не должно быть. И я считаю, что, надеюсь, что этого не будет. Да, я просто вот хотела добавить, что вот мы встречаемся с избирателями и видим одно объединяющее чувство для всех. Это ощущение тревоги. Вот эта тревога, она разлита в нашем обществе. И, к сожалению, вот наши выборы, они должны были, вот я не знаю, вот я считаю, одну из миссий депутатов не только вот... Консолидирующую. А? Консолидирующую. Консолидирующую, нет, и воодушевляющую. Потому что вот мы как народ утратили веру в свою способность объединяться и делать что-то хорошее. Вот, мне кажется, очень важно, что выбрать хороших депутатов, мы разуверились в этом своем, в этой своей способности. Мне кажется, что сейчас очень важно, чтобы все-таки избиратели поверили, ну, хотя бы изучили и выбрали, и потом поняли. А оказывается, мы-то можем выбирать классных людей, депутаты, и выбирать классный парламент. Да, и, наверное, уже подытоживая, я вот хотел бы сказать, почему именно сейчас мы организовали эту пресс-конференцию. Казалось бы, да, но еще выборы не закончились и так далее. Но я ожидаю, вот знаете, по своему опыту, что именно после выборов всем сразу станет не до этого. Победители будут радоваться, им как бы уже неинтересно, какие там были нарушения, там, недостатки. Проигравшие будут разочарованы. И, между прочим, мы очень много потенциальных хороших кандидатов, политиков теряем именно из-за этого. Вот в прошлом году группа молодых политиков, потом они сильно разочаровались, у них депрессия и так далее. Да, и больше они вообще не хотят об этом слышать. И это потеря для нашей потенциальной политической элиты. Избиратели смирятся с тем, что ничего нельзя изменить и так далее. Вот я хотел бы это, мы хотели бы это предвосхитить, понимаете. Есть вещи, которые делают это со временем. И надо быть готовым бороться за это долго. И быть готовым к тому, что за 30 дней страну не изменишь. Но можно начать. Можно начать это делать сейчас. То есть положить какое-то задел на будущее. И тогда к следующим выборам у нас, может быть, будет совсем другая ситуация. Но для этого нам всем, и кандидатам, и избирателям, надо будет поработать эти пять лет по-другому, чем было до сих пор. Ну все, разрешите завершить пресс-конференцию. Большое спасибо. Спасибо вам. Надеюсь, что мы вас увидим. Да, да. А теперь такое название, да? Да, а ученичка не довольна. Нет? Ну, всех названий уже, эпитетов не запомнишь. Их так много, да. Чемурцогенишка. Да, да. Спасибо. Вам успехов. Хорошо, спасибо.